Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня на связи Михаил Геннадьевич Делягин, член Думского комитета по экономической политике, доктор экономических наук, Михаил Геннадьевич. Доброго утра еще! Ну что ж, начнем, наверное, с актуального события. Не далее, как несколько дней назад, накануне, можно сказать, есть такой спецпредставитель президента Дмитрий Песков по информатизации и технологическому развитию, высокотехнологичному. Он сказал, что мир будет делиться, так сказать, на острова. Островизация, наверное, такой термин породила, что нам нужно свой самодостаточный остров создавать. Ну, в общем, для меня это, конечно, очевидность, потому что мы-то с вами об этом говорили 20-15 лет назад, что глобализация кончится, в общем-то, распадение мира на такие блоки, так сказать, мироэкономики, имперские блоки. Ну, сейчас вот как можно прокомментировать, что капитан очевидность, это, конечно, дошло? Ну, дошло до жирафов, понимаете? Ну, есть там некоторые, скажем, виды человекообразных, которые, так сказать, очень страдают от некоторых особенностей своего, скажем, своего быта, но не пользуются при этом туалетной бумагой. До них за миллионы лет так ничего не дошло. Ну, а до нашего руководства какие-то 20 лет, и прямо на глазах начало доходить, этому можно только радоваться. Глядишь, еще какие-нибудь изменения в политике начнутся разумные. А с другой стороны, раз Дмитрий Анатольевич Медведев заговорил о технологическом суверенитете, мы все привыкли, что если Дмитрий Анатольевич о чем-то говорит, то этого точно не будет. Но, в принципе, может быть, сейчас будет какое-нибудь исключение из общих правил. Ну, что ж, самое главное. А видите ли вы, видите ли вы то, что вообще происходят какие-либо изменения по, в общем, неизбежному, так сказать, распаду мира здесь, в Российской Федерации, вы наблюдаете признаки того, что руль кладется на новый курс? Вы знаете, точнее, новый курс кладется на руль, потому что это в основном внешние обстоятельства. Потому что, когда мы говорим о том, что у нас импорт сократился то ли в три раза, то ли в десять раз. Но вот официальные данные позволяют именно такую вилку устанавливать. Да, понятно, что это ведет к укреплению рубля. И пока что мы видим усилия государства всячески избежать укрепления рубля. Да, там, отмена валютного контроля, который был в ППХ и в истерике введен. Так что действий в направлении нового курса принципиальных нет. Тактических мер довольно много, но это решение локальных узких проблем. Михаил Геннадьевич, но все-таки чем чревата вот такая вот, собственно говоря, пиарная политика, когда реакция идет вот как у амебы, стимул реакции, так сказать. Стимул реакции, стимул реакции никакого опережающего, с вашей точки зрения. Ну, мы будем плестись в хвосте событий. Мы будем действовать по чужой повестке дня. Ведь, как бы, мыслящая часть госаппарата, которая, правда, не имеет отношения к принятию решений, достаточно давно фиксирует это. И только аналитики говорят, что задача этого украинского кризиса – ликвидация Европы. Мы можем сколько угодно злорадствовать по поводу ликвидации Европы, но нам это не нужно. Ну, вот завтра, да. Завтра Евросоюз коллапсирует. Как это поможет Российской Федерации? Ты сработаешь, скорее, в Соединенные Штаты. Конечно, враг должен быть ликвидирован, но все-таки нужно преследовать свою пользу, а не чужой вред. Местный рентабель. Но если бы у нас была стратегия в нашем государстве, кто-то способен заниматься стратегией, то из этой ловушки можно было бы на ранних этапах выйти. На ранних этапах. Но поскольку у нас дальше вареников без границ покойного Черномырдина, мысли в государстве так или не идет, насколько я понимаю, у нас до сих пор нет понимания необходимости национализации базовых отраслей экономики. Просто для снижения сдержек, снижения цен. У нас нет понимания разумного протекционизма. У нас нет понимания тарифной защиты экономики. Я вполне допускаю, что этой осенью введут тарифную защиту экономики. Просто потому, что крепкий рубль стимулирует залив экономики импортом. И мы будем получать в первую очередь не тот импорт, который нам не нужен, а тот импорт, который будет убивать наши предприятия. Может быть, на понимание необходимости ограничения вот такого импорта, может быть, на это, нашего государства мозга хватит. Хотя я уже не уверен. Но это будет рефлекторное движение по-прежнему. Стратегия развития, она не посилена одичалом, жертвам болотского процесса. Просто потому, что это стратегия. Ну, понятно. Вы, кстати, предварили мой вопрос с ростом курса рубля, который действительно мне все больше напоминает валютный коридор Чубайса 95-августа 98-го года, когда дешевый достаточно доллар, а он тогда, помните, 6 рублей стоил, его держали, он фактически убил собственное производство. Даже там некоторые редколлеги и газеты проходили в Испании, дешевле было слетать туда. Сейчас мы фактически на новом уровне получаем примерно такое. Вы говорите, что осенью придется на это реагировать, чтобы не убить нынешнее импортозамещение и производство. Реагировать на это нужно уже сегодня. И нужно было еще, так сказать, в марте месяце на это реагировать. А по-хорошему нужно было реагировать в 92-м году. Вы понимаете? Вот как у большого ихтиозавра мозговой импульс от хвоста до того, что у него называется головой, идет очень долго. Поэтому раньше осенью я бы этого ждать не стал. С осенью, может быть, ихтиозавр отреагирует, а может быть и нет. Пронтозавр. Ну, как по-старому. Ну, протозавр. Ну, таким образом у нас с вами получается очень нерадостный прогноз. Если бы запоздание такой реакции, реакция идет с таким запозданием, осмысление идет, а рефлексия, так сказать, переезжающая идет. Запоздание-то мягко сказано. Переживается. Какая рефлексия? Какая рефлексия? О чем? Рефлексия – это не рефлекс. Рефлексия – это понимание того, что происходит. В данном случае у нас рефлекс. Ну, вот я понимаю, что это может вылиться в спад экономики не хуже, чем в 2009-м. Вот по моим, можно сказать, дилетарским перекидкам. В 2009-м году у нас официальный спад экономики был там 7 с чем-то. В реальности был больше 8. Сейчас нам даже Кудрин говорит, что у нас будет больше 8%. Ну, конечно, мы можем сейчас обеспечить экономический рост. Но для этого нужно работать. А если продолжать политику господина Кудрина, то, как он пишет, будет спад 8-10%, может быть, даже 12. Это будет второй спад после 92-94-го годов. Ну, конечно, можно пригласить нового руководителя Росстата, объявить, что в Донецке и Луганске нужно, и особенно в Херсонщине, нужно восстанавливать статистическое дело. Если у нас будет слишком большой экономический спад, то он туда поедет. И тогда экономического спада не будет, а на бумаге, может быть, даже будет экономический рост. Понятно, что это борец собачий, а не экономическая политика. Ну, хорошо. Тогда вот вопрос, который давно хотел задать. Сейчас понятно, что военные действия вошли в очень нежелательную, наверное, для нас затяжную стадию борьбы на измор. Военные действия в широком понимании этого слова, включая, собственно говоря, гибридную экономическую войну Запада. А, так сказать, все понятно. Надо целиться, как в Первую мировую, действительно, на истощение. Борьбу на истощение. Первая мировая чем закончилась для ее участников? Ну, для разных. Но для группы участников... Для всех, включая Британскую империю, которая сломалась. И именно в Первую мировую она сломалась. Да, безусловно. Для Соединенных Штатов она закончилась все-таки началом взлета. Ну, мы в Соединенных Штатах согласились. Понятно. Ну, хорошо, выдержит ли... Ну, худо-бедно, как считается наверху, некая... Экономику в клочья не порвали, курс рубля не до 100-ти 200, то есть какая-то паника сбита. А выдержит ли экономика Российской Федерации за ее дынешний вид вообще долгое противостояние вот эту борьбу на измор. Мне один очень такой мудрый араб Далее, как на прошлой неделе, сказал очень интересную фразу. Нет такого верблюда, который был бы способен выдержать идиота. Да, мудрая поговорка, очень мудрая поговорка. Это не поговорка, это наблюдение за жизнь. У арабов нет такой поговорки. Он это сказал, обсуждая со мной... Правда, он обсуждал со мной Америку, но я думаю, что применимы это не только коммерческие. Давайте все-таки попробуем сейчас сделать и какой-то прогноз предупреждения, и чтобы следовало... Сейчас абстрагируюсь от того, что на верблюде сидит не ас явный, так сказать. Что бы все-таки следовало сейчас предпринять в качестве антиклистов мер? Если честно, я не вижу в этом смысла, потому что прогнозы и предупреждения время для них уже ушло. Мы сейчас находимся в состоянии, как вы правильно сказали, боевые действия, аналог Первой мировой войны. Я с большим наслаждением слушаю Юрия Ивановича Подоляку, а поскольку я не умею слушать военную пропаганду, то я не испытываю истерик по этому поводу, я ему полностью доверяю. И вот бои на окраине хутора, которые имеют стратегическое значение, взятие которого через 2-3 недели обеспечат нам стратегический контроль над проселочной дорогой, даже не регионального, а местного значения, это будет выдающийся, как там они говорят, перемога. Вот это хроника Первой мировой войны. Борьба, борьба за избушку лесника за продвижение на 100 метров. Нет, ну не на 100 метров, там больше, там больше параметра. Возьмите линейку, посчитайте. Там во многих случаях на километры речь идет. Есть общее правило. Чем быстрее, тем дешевле. Это касается всего. Это касается аппендицита, это касается боевых действий, это касается экономики. Нам, если Российская Федерация намерена существовать и дальше, в чем я совсем не уверен, то действие абсолютно понятное. Ограничение по изволу монофонии, национализация. Но три веселых олигарха, чуть не с компрессенка, но не безусловно олигархи, причем двое из них спонсируют, как я понимаю, партия предательства. Лисин, Абрамович и Мордашов предъявили государству ультиматум, что и ты, ты или, блин, делаешь, как мы говорим, или, блин, нефть будет, сталь будет по цене золота на внутреннем рынке, потому что нам же нужно субсидировать убыточный экспорт. Лойка была абсолютно такая. Нам нужно субсидировать убыточный экспорт, поэтому, если вы не дадите нам очередных преференций, то сталь будет по цене золота, и то ее не будет. Говорились с другими словами, но смысл именно такой. Смысл такой, да. В этой ситуации, при таком уровне вменяемости, патриотизма, адекватности, значит, или национализация, нахрен, или эти люди съездят все, как в 16-м году. Правда, насчет меняемости очень сложно, потому что, когда господа Аван и Фридман, 150 миллионов евро, перечислено убийство российских солдат, на помощь Украине, все понимают, что это такое, так сказать, эвфемизм, под помощью Украины понимается убийство российских солдат и офицеров и убийство мирного населения Украины, потому что на другие цели украинское государство реальных денег не тратит. Там, в Николаеве людей не кормят, даже гуманитарка прекратилась, все остальное. Мы все это видим. Вот. И до сих пор ненационализированы их имущества. Альфа-банк до сих пор частный. Там у них какие-то другие активы есть. Но при таком отношении к своим врагам, к людям, которые демонстрируют враждебность тебе, ну, понятно, что бессмысленно давать совет. Да, но когда вы видите человека, который пытается пройти сквозь бетонную стену, можно ему объяснить, что родной, вот там есть калитка, зайди за угу, или бетон слишком жесткий, ты его не пробьешь. Но когда ты видишь человека, который грызет этот бетон, и при этом рассказывает о перемогах, ну, как бы, отойдите в сторону, не переживайте, не мешайте человеку, ему интересно, ему хорошо, он нашел свое место в жизни. Вот. Но если предположить, что государство как поле боя и баланс изменится не на Украине, а в Москве, уж проблем-то наши, они не в Киеве, даже не в Вашингтоне, понимая. Вот. То тогда первая национализация. Причем национализация именно тех секторов, которые обеспечивают издержки экономики. Прошли те времена, когда достаточно было национализировать инфраструктуру естественной монополии. Поздно. Все, что формирует издержки экономики, должно быть национализировано. Это энергетика, это металл, это понятно. Как минимум. Я правильно вам понимаю, Ваше Валерий Кеннадьевич? Давайте скажем, как минимум, чтобы не пугать всяких, так сказать, всяких водяных и леших и текимов, которые у нас в каждом министерстве в больших количествах сидят. Дальше. Национализация, кстати, с банками. Я считаю, что с населением должны иметь право работать только государственные банки. То есть, если меньше 51% государственной собственности отзыв на лицензию с физлицами отзывается, вклады передаются в другие банки, даже не обсуждается. Ограничение произвола монополий. Как умеют государственные компании заупотреблять монопольное положение, в доме объяснять не надо. Есть такая славная фирма «Газпром», которую президент пытается заставить заняться до газификации. Зревеще уморительно. А при том, что она на дивиденды уходит больше, чем там на газификацию за 10 лет примерно. Дальше. Дальше. Таможенная политика. У нас был великий Менделеев. Я всю жизнь думал, что международный баланс придумал Леонтьев в ряд Нобелевской премии. Оказывается, за полвека до Леонтьева его придумал Менделеев. Потому что ему поручили, как выдающемуся экономисту, это не шутка, наверное, лучший экономист в нашей истории. Это Дмитрий Менделеев. Да, Дмитрий Иванович. Который потом периодически таблицей элементов, так вот он не химик, он себя экономистом считал. Он сделал толковый таможенный тариф. То есть таможенный тариф, который стимулирует развитие экономики. Он нас просуществовал лет 13, по-моему, не больше. Но он обеспечил тот подъем Николаевской России, которым сейчас так гордятся все эти одичалые, даже не понимающие, как они оскорбляют президента Путина сравнением его 20 лет и 20 лет Николая Второго. Но 20 лет Николая Второго, который действительно был бурным промышленным ростом, с которым управляющая система в итоге не справилась, это было 13 лет протекционизма по Менделееву и его руководителю Вышнеградскому, который был чиновник. Вот. Протекционизм очень просто устроен. Импорт делится на две части. На три части. То, что мы производим, он закрывается тарифами сразу. Запретительные тарифы. Не запреты импорта, а запретительные тарифы там 100% и дальше. Почему? Высокие. Высокие. Потому что прогресс идет. И если мы отстанем от прогресса и что-то изобретят совсем хорошее, к нам будет выгодно завозить даже под 100% годовую. Даже под 100% пошли. Как в Китае завозили завозили иностранные машины под 100% пошли. с другой стороны роскошь. Но если человеку хочется Роллс-Ройс, у него есть для этого денег. Мы не будем зверями, господа. Мы будем Гроллс-Ройс. Только не по личному распоряжению президента, как социально значимому инвалиду, а под пошлину. В 100%, может быть, даже 300%. Если из вражеской страны, то 300%. Чего страшного? Платите, ребята. У нас заведется отечественное производство Роллс-Ройс. В чем проблема? Дальше. Импорт, который мы не собираемся никогда производить. И который не конкурировал с нашим собственным импортом. Допустим, нет у нас месторождения лития. Но нет. Допустим, пока у нас нет месторождения лития, а литий нам нужен, хотя бы, чтобы, так сказать, кормить некоторых представителей системы государственного управления лечить от гиполярного расстройства, там уже нужны соединения лития. Значит, пожалуйста, давайте завозим литий сюда. Беспошлино. Беспошлино, да, пожалуйста. Но опять-таки, опять-таки, надо посчитать, потому что, если мы этот литий сможем здесь перерабатывать из полуфабриката, тогда беспошлино завозить полуфабрикат. Если вообще завозить сырье, может оказаться, что дешевле завести два эшелона сырья, чтобы произвести из него один грамм лития, но произвести здесь, а не где-то. Это все надо считать. Бананы должны облагаться пошлиной, извините, пожалуйста, потому что бананы конкурируют с яблоками. Вот я, как бананолюб, я выну, бананофил, банановый наркоман, я вынужден сказать, что да, здесь я работаю против своих собственных интересов. К сожалению, бананы должны облагаться пошлины, они у нас не растут, но у нас есть однородные товары. Пограничное состояние, это то, что мы сейчас будем производить, должны производить, но пока не производим. Вот нужно нашей стране сто тысяч электромоторов, а мы производим десять тысяч электромоторов. здесь должна работать система тарифных код, которыми в свое время Муслюков поднял промышленность, поднял птицеводство. Собираются производители, так, ребята, вот вам хорошие льготные условия, вот вам кредиты за леси, вот вам все, чего вы хотите, все, чего мы можем дать. Насколько вы увеличиваете производство электромоторов в следующем году? На двадцать тысяч электромоторов. Сколько не хватает нашей экономики в результате семьдесят? 75 тысяч электромоторов, чтобы была конкуренция, чтобы была конкуренция, чтобы наших производителей тоже поджимали. Значит, 75 тысяч электромоторов вводится по квоте с маленькими пошлями. Остальное вводится запретительно. Пожалуйста, без проблем. В следующем году больше, то есть производство больше, с небольшими пошлями вводится меньше. Это называется непланирование, это называется координация, но если кому-то нравится, можете называть это госпланом, без проблем. Вот такая реформа тарифов. Беспощадная. Общий принцип. Мы должны вывозить готовую продукцию, а вывозить сырье. Баланс. Чему учит Менделеев? И, кстати, Сергей Викторович Кобин, есть такой предприниматель в Питере, он издал книжку «Не пугайтесь нравственной экономии», я все это прописал достаточно подробно. То есть есть инструкция, ребят, берите, берите, не надо слушать Делягина, у него голос сорван, он на хрип, объясняю вам, 2х24. Возьмите книжку, почитайте, она тоненько. Вот. Дальше. Мы нужно считать баланс экспорта и импорта. Не доллары просто, а доллары добавленной стоимости. Потому что зависит курс, на самом деле, от добавленной стоимости. Если вы ввозите готовую продукцию, а вы ввозите сырье, это не важно, что у вас положительный торговый баланс. Вы все равно себя убиваете, и девалюация неизбежна. Потому что у вас баланс добавленных стоимостей отрицативный. Страшный. Причем ты же угоришь, минимум добавленной стоимости, если она вообще там есть. А сюда ты завозишь вот с такой добавленной стоимостью. Чайники, электронику, чего угодно. Вот так вот. Понятно? То есть, надо считать хотя бы это. Вот вы сейчас начали излагать программу нормальных действий. Сразу фиксирую, сразу фиксирую, что импорт мозгов, наши статистиков я знаю, они сразу тогда экспорт, экспорт наших программистов, экспорт наших девушек, экспорт вообще толковых людей сразу внесут в раздел экспорта. С высокой добавленной стоимости. Скажут, у нас очень добавленная, очень высокая добавленная стоимость. Вот это считается только товар. Людей считать сюда нельзя. Дальше. Дешевый кредит. Дешевый кредит. Это не ставка Банка России 8,9% годовых. Дешевый кредит от 2% годовых для предприятия. Но у нас рентабельность обрабатывающей промышленности по активам была в 2020 году 5,2%. С того времени коронавирус, кризис, эта рентабельность явно сильно не выросла. Это данный Росстат, а вашего Росстата, господа. Значит, доступный кредит от 2% годовых. Все, что выше, это либеральная проституция. То есть, ставка Банка России при нормальной марже банковской системы в 2% пунктов должна быть 0. Если у вас ставка, процентной ставки Банка России не 0, смотри выше про либеральную проституцию. А понятно, что для этого нужно ограничить финансовые спекуляции. Иначе все уйдет на валютный рынок. В этом набиваю на права. Но финансовые спекуляции у нас ограничили в этой бабской истерике, которая у нас была в марте месяце. Другое дело, что сейчас эти ограничения отменяются. Дальше. Нужно ограничить произвол монополя. Иначе все идет в рост цен. Дальше нужно ввести протекционизм, о котором я говорил. Говорили, да. Потому что иначе стимулирование деловой активности будет в Китае и Швейцарии, а не в России. И так далее, и так далее. И, наконец, коллеги, нужно, уже все научились произносить эту речевку, все эти речекряки, научились крякать правильные слова. Что развитие экономики должно зависеть от внутреннего спроса. Прекрасно. Внутренний спрос. Я высоко ценю подвиг товарища Мишустина, который пытается компенсировать людоедскую политику Банка России по вымариванию страны искусство созданным денежным голодом бюджетными расходами. Ему действительно удается компенсировать. Но здесь речь о том, чтобы обеспечить спрос в каждой точке. Для этого есть только один ход. Вы будете смеяться. Чтение Конституции. Российской Федерации. Полезно читать Конституцию Германии. В Германии написано, например, очень любят цитировать первую половину фразу, что частая собственность в Германии священная неприкосновенна. Вторую фразу цитирует если она пока она служит интересам общества. Речь идет не о том, что частная собственность перестает быть неприкосновенной, когда она служит против общества. речь о том, что даже если она просто не служит обществу, просто нейтрально, она уже нифига не священна и нифига неприкосновенна. Это в целом западный подход. Он очень справедлив и он на самом деле ничем не отличается от советского подхода. Ничем не отличается от советского подхода времен развития малого бизнеса пристани в 30-е 50-е годы. Так вот, в нашей Конституции есть потрясающая фраза. Я не понимаю, как ее до сих пор не вымрают. Я не понимаю, почему не сидит человек в тюрьме за экстремизм, который этот пункт поместил в Конституцию. Я знаю его фамилию, я не буду называть, я довольно критично к нему отношусь, но одну святую вещь он сделал. Он там заседал Конституционная комиссия, Конституционное совещание, а потом он пришел написал Конституцию за балл. И приняли написанную одним человеком Конституцию практически. Этот человек написал, что Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам право на жизнь. Ничего более антигосударственного я в своей жизни не читал. Правда. Потому что если эту фразу совместить с повседневной деятельностью российского государства на протяжении всех 35 лет национального предательства, государство последовательно и целенаправленно отказывает гражданам России в праве на жизнь. Потому что право на жизнь это гарантия прожиточного минимума. Вот если я имею в кармане паспорт гражданин Российской Федерации книжечку, если я при этом настолько вменяемо разумен, что я в состоянии дойти до кассы или зарегистрироваться на ВОЗ-услугах, то прожиточный минимум я обязан получать по факту наличный паспорт. Да, это не единороссы говорят, что это еждивенчество, что вот именно из-за этого развалился Советский Союз, из-за того, что люди имели право на жизнь. Но это их позиция. Но если мы действительно гарантируем людям право на жизнь, если государство будет относиться к гражданам Российской Федерации, то хотя бы так же, как Сталин, известный своим гуманизмом и своим демократизмом, и гиберализмом, относился к немецким военнопленным в советских лагерях во время войны. Потому что немецкие военнопленные в советских лагерях им гарантировалось право на жизнь в виде пайка и минимального медицинского обслуживания. Им гарантировалось только это, но это гарантировалось. У них не было свободы слова, свободы избирать и быть избранными. У них не было свободы избирать президента своего лагеря. У них этого не было. Но Сталин гарантировал им право на жизнь во время войны. Фашистам, которые пришли сюда истреблять все. Наши нынешние государства, 32 года, относятся к нам хуже, чем Сталин относился к пленам фашистам. Понятно. Здесь не будет скачка цены. Протекционизм не позволит утечь это туда, в другим экономике. Протекционизм эти деньги направят сразу в производство. Это будет оживление производства. У нас опять будет выгодно делать гвозди. Даже еду, не побоюсь этого слова. У нас будет выгодно работать для людей, не только для государства. Вот именно поэтому этот подход категорически отрицается. Понимаете, когда единоросс выходит из трибуны, говорит, что гарантировать гражданам Российской Федерации. Даже 12 200 рублей сегодня. Это их девенчество. Из-за этого страна развалится. Вот подход сегодня их неодичалые элитки. Они правда так думают. Поэтому государство – это поле боя. Я не хочу ругать всю единую Россию. Большинство людей очень разумных даже в Государственной Думе. То есть вот фраза, которую мне говорил ни один, ни два человека. Я говорю, ну там, всяко общаемся. Ну как ты голосуй, что за все это? Ну как? Средним пальцем. У них такой мем, как я понимаю, внутри Единой России. Так что при смене аполитического вектора, они, я думаю, будут совершенно вменяемы, совершенно разумные. Все правильно будут делать. Но для этого нужно сменить политическое руководство среднего звена. Ну как минимум. Будем, собственно, чтить нынешние законы. Высшего звена Владимира Владимировича Путина меня устраивает абсолютно на самом деле. Потому что, да, масса у меня к нему претензий. Но, в принципе, то, что он делает, он делает в общем нормально. Ну что ж, ладно, пусть мы тут немножко расходимся на взглядах. Но, здесь четкие есть признаки. Я очень хорошо вижу сегодняшнюю альтернативу, понимаете? Вот мы всегда сравниваем реальность с идеалом, а нужно сравнивать реальность с возможной реальностью. Вы думаете, Дмитрий Анатольевич Медведев таким подстриотом стал, потому что похамелиться не дальше? Нет, конечно. Потому что он умный и эффективный. Я говорю о другом, Михаил Геннадьевич, что если не будут воплощены тот самый поворот на Новый Курс, когда вы сказали, прежняя власть, она может просто-напросто не устоять из-за того, что сложится экономически. Это понятно. Вы же отцы и дети Тургенева помните? Конечно. Что Мазаров говорил? Ну, будет из меня лопух расти и что? Ну, я думаю, что мы, конечно, не будем смириться с тем, что из нас лопух рос. Я имею в виду, что сейчас вы назвали четкие достаточно признаки поворота. И, так сказать... Это минимум минимум, потому что без любой из вещей, которых я назвал, никакого поворота не будет. Можете сколько угодно стимулировать промышленность. То есть люди будут умирать от недоедания и от болезней, связанных с недоеданием. Я еще и забыл нормализацию образования и здравоохранения. Какая нахрен промышленность при системе образования, которую из детей делают дебилов, целенаправленные последователи. А у нас уже объявили наши одичалы, что мы отменяем болотский процесс. Ну, как нам отменяют болотский процесс. Естественно, мы это, значит, разворачиваем знамя не для того, чтобы искоренить его пороки, и для того, чтобы усугубить его пороки. У нас, значит, не менее половины образования вузов должно быть теперь дистанционным. То есть его просто должно не быть физическим. У нас ЕГЭ сохраняется, судя по всему. А если ЕГЭ отменят, значит, будет что-то еще хуже ЕГЭ. И так далее. Ну, скажем так, я понял вашу мысль. Хотя ЕГЭ профильное, оно сложнее советского экзамена, который я видел. Оно не в том, что оно сложнее. Оно за весь курс идет. Оно может быть сложнее. Дело в другом. Оно отучает думать. Нет. Нет. Оно дает задачи на решение. Оно заставляет прогнать себя, например, по физике весь курс физики шестого класса. То есть ЕГЭ профильный – это далеко не ответы на вопрос, что такое Наполеон, торт, слон или император. То есть в данном случае я немножко поспорю. Но соглашусь, что они пытаются сохранить вот эту порочную балонскую систему. Вот одному знакомому, одному моему знакомому, детям его, пришлось на ЕГЭ отвечать на вопрос. Какой масти была лошадь у Ромского, Ванни Каренина? У меня дети на такие вопросы отвечали. Просто все-таки они в МГУ учатся. И там, соответственно, все-таки, Михаил Геннадьевич, тут надо разбираться. Но, бог стих, я вернусь к тому, что вы назвали четкие признаки, маркеры поворота. И один из них, вот с чего точно начинать, с национализации активов тех, кто враждебен, откровенно враждебен. Вы назвали металлургами, сказали, что они фактически выжимают субсидии на экспорт. Хотя цены на металл с 2019 года иногда по некоторым позициям 200% подорожания. Они считают, что это нерентабельно. Вот подождем хотя бы решение этого вопроса. Потому что, если этого поворота не будет существовать, честно говоря, осенью, я боюсь, что начнутся очень неприятные процессы турбулентности. Как вот самолет начинает терять. Сколько лет ждете? 31? Ну, а 31 год назад было то, что вот сейчас? Такое сочетание фактически боевых действий. Такое сочетание таких санкций. И сочетание такого маразма. Ну, все, Михаил Геннадьевич имеет всегда некую конечную точку. Турбулентность мы получим в любом случае. Нет, конечную точку мы уже вошли. Эта конечная точка будет длиться на следующую сну. На конца следующей сны, я думаю. Вот. Ну, посмотрим, ладно. Ну, что же, Михаил Геннадьевич, в любом случае мы гражданский свой долг должны выполнить. Мы должны показать, что сейчас нужно делать. Мы же не, как говорится, не враги. Мы работаем на победу. А для победы, в результате, нужно единство тыла и фронта. Без крепкого тыла никакой фронт не выдержит. А мы конкретно видим. Мы это сейчас прямо конкретно видим. Что бывает с фронтом, без стилей. Вы... Очень наглядный вид. Вы прошу пояснить свою мысль. Вы об исторических примерах? Нет, я о современных. Я о современности. Когда вот мои знакомые депутаты из разных городов очень любят свой город Питер. И там у нас были праздники. И, значит, они поехали в Питер. И, соответственно, пошли по госпиталям спрашивать. А что нужно? Врачи спрашивают. Что нужно раненым? Что нужно раненым? Сладости или что-то еще? Ну, понимаете, я же могу купить такие конфеты, которым раненому человеку нельзя в принципе. Да? Ну, как конфетка диабетику. Ну, да, конечно. Чего покупаешь? Кому-то нужно фрукты, кому-то овощи, кому-то, наоборот, ничего не нужно. Кому-то сладенькое. Ну, кому что? Знаете, какой был ответ? Да. Что, хотели со своими сладостями? Трусов купите. То есть раненым? Это не в полевых госпиталях. Это стационарные госпиталя Санкт-Петербурга. Которые даже здесь не снабжаются. По нормальным нормам. Когда я, значит, пишу запрос Шойгу, министру обороны, а что это у нас в условиях боевых действий? Армия снабжается вещевым довольствием по нормам мирного времени. Ну, как бы про состояние оружия мне знать не положено, поэтому я про состояние оружия не спрашиваю, чтобы людей не подставить. Я спрашиваю про одежду. То, что мне можно знать. Ответ. Не мне звонят. Звонят общему знакомому. Это какая-то информационная диверсия? Или Делягин просто опять правды ищет? Ну, их успокоили, что Делягин просто правды ищет. Не дергайтесь. Не дергайтесь. Не надо снабжать военнослужащих одеждой по нормам боевого времени. Расслабьтесь. Это под вас пока не копают. Все у вас хорошо. Пилите дальше Шуру. Они золотые. Вот что я имею в виду. Понятно, Михаил Геннадьевич. А я хочу сказать, что следующая весна на самом деле очень не за горами. Мы прекрасно, люди нашего возраста, прекрасно знают какой-то маленький срок. Очень не хотелось бы повторить судьбу Российской империи в Первой мировой войне. Хотя бы, конечно, в новых условиях и новых реалиях. Вы знаете, Российская империя возродилась в виде Советского Союза, пусть и через чудовищную трагедию. А мы сейчас вряд ли возродимся, потому что совершенно иная прочность социальной ткани. Так что сейчас речь идет о выживании русской цивилизации, сохранении русской культуры. Вот. Я когда-то написал книжку, которую я даже побоялся публиковать. То есть, тогда был День опричника, потом был День отличника пародии, я написал День советника. День человека, который работает в русском, в российском государстве, когда Россия уничтожена. Когда уничтожена русская культура, уничтожен русский язык, уничтожена историческая память. Все это ликвидировано. Вот. И вот мы идем к этому сейчас, полным ходом. Полным ходом мы к этому идем. А есть утешение, что бежать некуда, поэтому придется драться здесь. Я тоже готовлюсь к драке здесь. Это, это, в этом отношении Запад нам сделал колоссальный подарок. Спасибо. Игорь Иванович, я тоже готовлюсь к драке здесь, как человек, хорошо информированный активист. Потому что уже два года, сначала коронавирусный вопрос, куда бежать. И говорю, ребята, бегите в Россию. Все остальное сильно хуже. И Камбоджа, и Таиланд, всякие лазурные острова вам не помогут. Там хуже. Там просто, туда просто однажды не привезут солярку и еду. Все. Это видно. Михаил Геннадьевич, спасибо огромное. Выздоравливайте. Спасибо вам. Нам нужно. Всем доброго. До свидания. И до следующей встречи, дорогие друзья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин